Ну что же, вот продавлен пиво и заканчивает в своем выпуске тревел-блога из Армении. Возможно, выпуски еще откуда-нибудь продолжатся, пока не знаю из какого места, но я нашел еще одно пиво в магазинчике, которое хотел бы вам рассказать. Это пиво, оно называется Дилиджан или Дилиджан, не знаю как правильно, возможно, если вы из Армении и меня смотрите, поправьте меня, пожалуйста, в комментарии. Так вот, это пиво на самом деле начало выпускаться не так давно, оно начало выпускаться с 2016 года, то есть они завод начали строить с 2011, а выпускать его вот уже с 2016 выпускают. Такие вот дела, то есть там совсем новенькое-новенькое пиво, но даже за эти года, то есть сколько там, получается 4-6, за 6 лет они очень как-то модифицировались. Ну, то есть изначально у них пиво было всего 6 пив в линейке, они так назывались, типа номер 1, 2, 3, 4, 5 и 6 это было безалкогольное, типа нулевка. А теперь же, если посмотреть на пиво, то здесь написано, что это просто Дилиджан, лагер Бер, то есть оно без номера, что можно сказать? Можно сказать, что кто его выпускает, его выпускает ООО АИТ Акопяны, то есть выпускается оно прямо на горе в городе Дилиджан, завод построен. Ну, я думаю, что хватит разглагольствовать, надо открывать бутылку. Кстати, мне очень нравится этот. Тут звездочка, она похожа на эстреллу. И пиво эстреллу, соответственно, тоже. Давайте попробуем на запах. Сложно из бутылки понять, но что-то, мне кажется, такое сладковатое. Ага, определенно. Это пиво очень похоже на киликию. И я даже, на самом деле, читал отзывы людей, которые уже о нем делали обзор. Они тоже писали, что она похожа на киликию, но они писали, что это как будто киликия, разбавленная водой. Здесь я, пожалуй, не соглашусь, потому что здесь, если в киликии был определенно медовый привкус в конце, то здесь он тоже есть. Но он превращается в какую-то такую горечь. Причем даже достаточно неприятную горечь. Не знаю, с чем это связано. То есть, вот я говорил, когда пил киликию, я сказал, что, может быть, здесь не хватает какой-то хамелевой горчинки. И вот, может быть, я был неправ в тот момент, потому что вот здесь хамелевая горчинка есть. И, возможно, что с медовым вот этим вот окрасом не очень сочетается и дает достаточно резкий запах, резкий вкус и крайне неприятный. То есть, как только появляется вот этот вот неприятный вкус, сразу хочется накатить еще пиво, чтобы его запить. Может быть, на это и был расчет. Даже не знаю, с чем его совменить. Может быть, может быть... Да нет. Я хотел сказать, что с какой-нибудь золотой бочкой, но нет, золотая бочка определенно была поприятней. Не знаю, но, честно, не очень. Если будете в Армении, определенно стоит попробовать киликию. И определенно стоит попробовать вот абрикосовый эль. А вот это даже не стоит покупать. Честно, я очень огорчился такому результату. И то, что на такой нехорошей ноте приходится заканчивать тревел-блог. Ну, ладно уж. В любом случае, я его допью. У меня есть твистер, чтобы его заесть. А вы подписывайтесь, не забывайте про меня. Ставьте лайки и жмакайте колокольчик. Я уверен, что следующие выпуски будут уже скоро. И 100% будут еще и тревел-выпуски. Поэтому всем пока-пока. Продолжение следует...